Здравствуйте! В эфире программа «Прямой эфир». Меня зовут Зайра Байчорова. Ставропольское предприятие вошло в тройку лучших компаний-экспортеров страны. Высокие результаты ставропольских предпринимателей в сфере экспорта – это результат реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Какие страны больше всего покупают продукцию ставропольских производителей? Помогают ли в продвижении товаров ставропольских переработчиков выставки? Как работают интернет-площадки? О многом другом поговорим с заместителем министра экономического развития Ставропольского края Сузанной Дамир. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Ну что ж, ставропольское предприятие вошло в тройку лучших компаний-экспортеров страны. Награду вручили, насколько мы знаем, на международном форуме «Сделано в России». Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент. Вы возглавляли делегацию, да? Да, в этом году форум «Сделано в России» приобрел такой большой масштаб и проходил он в центре Манеж. И на этом форуме были представлены ключевые точки роста российского экспорта. И, конечно же, наши предприятия были оценены по достоинству. Как уже известно, региональный этап форума «Сделано в России», он проходит в каждом регионе. Он сначала идет региональный, потом окружной. И вот в этом году по достоинству была оценена компания из Тверопольского края, производитель минеральных вод. И мы, конечно, рассчитываем, что примером именно этой компании послужат для многих представителей нашего бизнеса, именно субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы участвовать, развиваться и активно пользоваться мерами поддержки. И вот сегодняшняя повестка, как отметил на этом форуме председатель правительства Российской Федерации, конечно, очень важно сохранять стойкую решимость в таком интересном нашем мире, который сейчас сложился именно и в части экспорта, конечно же. И здесь, наверное, важно отметить, что именно такие мероприятия показывают, что Россия на мировой арене, несмотря ни на какие санкционные моменты, она является одним из ведущих экспортеров, конечно же, сырьевым экспортером и несырьевых товаров. И здесь отмечает и Минсельхоз России, и Российский экспортный центр, что в структуре экспорта есть положительная динамика. И крупнейшие игроки рынка, и машиностроительного комплекса, и комплекс агропромышленного, они отмечены были на этом форуме. И что хочется сказать, что, конечно, наши партнеры, а именно страны Ближнего Востока, и вот именно этот регионы Турции, Иран, они тоже были представлены делегациями масштабными, они подходили, им было очень интересно, после именно вручения наград, и они видели в списке, что есть Ставропольские предприятия, особенно наши иранские партнеры, они очень после того, как мы провели переговоры на этом форуме, еще более активно стали интересоваться, изучать рынок Ставропольского края, потому что у нас очень много точек соприкосновения. Вот в целом, какие программы региональные, федеральные направлены на то, чтобы развивать экспорт в Ставропольском крае? Конечно, мы знаем о эффективных инструментариях, которые созданы на федеральном уровне. Естественно, в рамках реализации национального проекта, о котором мы много говорим, и всегда стараемся донести до нашего бизнеса моменты именно популяризации экспортной деятельности за счет мер поддержки, как финансовых, так и нефинансовых. Вот нефинансовая мера поддержки, она как раз реализуется в рамках проекта регионального системные меры развития и поддержки международной кооперации экспорта. И здесь хочется отметить, что у нас активно бизнес пользуется этими инструментами посредством Центра поддержки экспорта, посредством реализации регионального экспортного стандарта. И, конечно же, финансовые меры. И это размещение на международных площадках, это и получение преференций, в части и страхования, и моменты по получению финансов для развития экспортной деятельности. То есть это и те механизмы, которые российский экспортный центр улучшает. Вот я говорила раньше, что есть поддержка экспортных поставок, именно транспортная логистика. Плюс еще сейчас появилась поддержка импорта. Это тоже очень важно. То есть и в условиях параллельного импорта, и в принципе импорта комплектующих сырья, это очень важно для производителей. Тоже обращу внимание наших телезрителей, что этими мерами можно пользоваться. Их раньше не было. А на работу этих программ никак не влияет сегодняшняя экономическая обстановка? Вы знаете, она, наверное, даже как-то улучшает работу этих программ, потому что чем больше барьеров, знаете, чем больше каких-то преград наши западные партнеры выстраивают для Российской Федерации, тем больше наш бизнес замотивирован на то, чтобы работать дальше и не останавливаться на достигнутом. Всегда говорю, что если наша продукция, она перестает вызывать интерес где-то в одном направлении, то тут же наши другие партнеры, они очень быстро активизируются, и логистические цепочки, они так или иначе сейчас уже восстановились. Можно уверенно говорить о том, что это не та ситуация, которая была весной. Поэтому очень хотелось бы, мы рассчитываем, чтобы наш бизнес еще более активно стал участвовать и в выставках, и в бизнес-миссиях, потому что этот формат, он очень удобен и эффективен. Потому что только так, побывав в стране, которая потенциально может быть потребителем твоего продукта, можно получить надежного партнера. Про выставки мы с вами еще поговорим. Давайте практику. Каких результатов удалось конкретно достичь за 2022 год, за те месяцы, которые уже прошли? Если мы отметим динамику, то есть, конечно, у нас сейчас таможенная статистика, она немного сдержана в плане открытости данных, и понимаем, в связи с чем это происходит. Но тем не менее, хочу сказать, что мы достигли показателей, которые у нас были установлены на 2022 год именно по объемам. И, конечно, мы не снизили темп. Это не тот эффект, который был в пандемию. То есть сейчас постепенно-постепенно идет наращивание объема. Плюс еще очень интересно то, что новые рынки сбыта – это тоже очень хороший пример того, что предприятия, например, по масложировой продукции, то есть это Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, то, что казалось раньше совершенно, наверное, далеким и невозможным, сейчас показывает хорошие результаты. Конечно же, тот же Иран. Для нашего бизнеса это хорошие возможности. Они сложные в каких-то моментах, может быть, отгрузок и так далее. Но, тем не менее, поставки идут, и объемы у нас, наверное, одни из самых больших в стране. Продукции у нас в Ставропольском крае достаточно много производится, но не все могут поставлять ее за рубеж. Вот кто они, наши экспортеры основные? Наши основные экспортеры, конечно же, это компании, которые производят и химические удобрения. Мы знаем, что у нас превалирующую долю экспорта занимает именно этот сегмент. И скажу, что, несмотря, опять же, на санкционное давление, наши партнеры, которые получали этот вид экспортного продукта, они продолжают его получать. И в структуре экспорта мы это видим, и таможенная статистика это показывает. Значит, это говорит о том, что Россия, уж тем более и Ставропольский край, который является лидером, здесь показывает очень хорошие результаты, и мы открыты. То есть я всегда говорю, что мы открыты, и никакие барьеры для бизнеса точно не могут быть, поэтому мы работаем в этом направлении. Плюс у нас по агропромышленному комплексу здесь очень много положительных моментов, как я сказала, и по подсолнечному маслу, по муке. То есть это вот в разы увеличения, в 7 раз, в 8 раз. И очень рассчитываем на то, что и продукция переработки, конечно, она же не просто так складывается. То есть если поставлялись, например, макаронные изделия, и они были, были, были одно время, то сейчас у нас, конечно, благодаря развитию отрасли пищевой перерабатывающей промышленности Ставропольского края, здесь мы получим по итогу, наверное, уже в следующем году, конечно, увеличение по отдельным видам. Это и консервы, и, как я сказала уже, и новые макаронные изделия, мука. То есть объемы наращиваются, соответственно, больше сможем отправить на экспорт. Ну и, конечно, наши сладкие минеральные воды, которые являются изюминкой, наверное, нашей продовольственной корзины и витрины на экспорт. Те, которые занимаются экспортом, они наверняка уже опытные предприниматели. А вот с какими-то трудностями они столкнулись сейчас? Любой экспортер всегда сталкивается с трудностью. То есть всегда у бизнеса не бывает, знаете, когда если нет сложности, значит, ты не работаешь. Но скажу так, любая сложность, любые моменты преград мы преодолеваем вместе, и те, кто является членами нашего Координационного совета по развитию внешнеэкономической деятельности, всегда активно участвуют в жизни края. И любые преграды, которые возникают, будь то транспортные проблемы, будь то проблемы с поставками и в рамках параллельного импорта, и финансирование. Здесь мы совместно, благодаря тому, что у нас Координационный совет, он под председательством губернатора Ставропольского края проходит, Владимира Владимировича Владимирова. И здесь мы самые острые моменты выходим и на федеральный уровень, уже есть положительные примеры, которые были решены за вот этот непростой отрезок времени. Ну и здесь тоже хочу сказать, что, несмотря на то, что это уже традиционно сложившиеся связи, это партнеры из Республики Беларусь, с которыми мы работаем уже очень много лет, но они тоже переориентировали свои рынки, и многие даже локализуют сейчас свои предприятия в регионах. Очень рассчитываем, что и у нас тоже машиностроительный комплекс Республики Беларусь обратит внимание на наши площадки, потому что они совершенно уникальные. Во многих аспектах. И надеемся, что не только далеко за Урал наши партнеры будут и размещать свои производства. Что касается новичков, наверняка они сейчас как-то побаиваются делать первые шаги в экспорте? Или все-таки нет? Есть такие свинчики? Нет, они наоборот, они очень активно активизировались. Они смотрят, как это работает в других регионах и за рубежом тоже, особенно вот с рынком Ближнего Востока. Всегда говорю, что нужно пробовать, пытаться, потому что так, сложа руки, ничего не получится. И вот здесь в этом помогает наша инфраструктура поддержки, которая работает на ежедневной основе и даже где-то круглосуточной основе, потому что знаю, что были ситуации, которые решались в таком оперативном режиме. Центр поддержки экспорта Ставропольского края совместно с Российским экспортным центром, Министерством экономического развития, то есть можно прийти, получить качественную конституционную поддержку по ведению бизнеса, по продвижению продукта, по изучению рынка. Это самое главное. Были очень интересные примеры, например, там, кукурузный крахмал или какой-то иной продукт, который, казалось бы, не может быть востребован в других странах, которые раньше не были рассмотрены экспортером, да, как вот поставки. Но, тем не менее, это было очень интересно видеть, когда наши западные партнеры от нас отказались, а ближневосточные получали взамен очень хороший, по очень хорошим ценам наш продукт. Есть ли какие-то новые игроки в сфере экспорта в Ставропольском крае, которые поставляют, ну, ту продукцию, которой раньше, в общем-то, не было? Конечно. У нас, я всегда говорю, что в отрасли сельского хозяйства, конечно, мы поставляем баранину. Ну, уже очень много, кстати, наших товаропроизводителей сгруппировали свои поставки и отрабатывают и компенсации затрат, то же самое. То есть баранина уходит и на рынок Ближнего Востока, и на внутренний рынок, конечно, тоже остается, уважаемые телезрители. Очень интересная практика по льну. Наш лен востребован. То есть здесь знаем, что лен – это экологически чистый продукт, который очень востребован сейчас. И тоже можно отметить сою. То есть это вот новые такие, может быть, ранее не особо масштабные направления по экспорту, но вот здесь это можно отметить за последнее время. Давайте сейчас более подробно про те страны, которые работают с нами. Конечно. У нас, как я сказала, в структуре экспорта – это и Китай, и наши западные партнеры, которые находятся за океаном. А в Китай что мы поставляем? В Китае мы очень много поставляем и сельхозпродукции, и продукции химического комплекса. Не очень просто, скажу, потому что логистика довольно такая непростая, далекие. То есть скоробочность продукта туда мы не поставим. И Китай, они потребляют очень большое количество макаронных изделий, муки и масла. Они очень много готовят на масле. То есть у них вообще есть потребность по… Даже много было запросов по экстрадиориальному выращиванию именно под себя, для того, чтобы перерабатывать и наливом отправлять уже к себе. Ну, здесь мы это отрабатываем совместно, и Минсельхоз, и Старопольского края, и Комитет по пищевой перерабатывающей промышленности. Поэтому, надеемся тоже, как бы это направление, оно будет только наращиваться. Ну и, конечно, рынок Ближнего Востока. То есть здесь, всегда говорю, Объединенные Арабские Эмираты – это самый огромный рынок в мире. Сюда можно поставлять абсолютно все. Вот, и, конечно, уровень товаров… Мне всегда спрашивают экспортеры, а вот мой товар подойдет? Да, конечно, подойдет. Любой, на любой товар, на любой кошелек, конечно, есть свое предложение. Поэтому здесь нужно пробовать, начинать с малого и уже дальше трансформироваться для того, чтобы быть представленным в сетях таких уже более, ну, премиального качества. То есть Китай, я так понимаю, Арабские Эмираты, Иран. Иран, да. Иран, Ирак, Ирадания. Конечно, рынок Юго-Восточной Азии – это огромный рынок. Вплоть до того, что поставки есть и в Индонезию, и другие страны, и Малайзию. То есть туда тоже есть. Плюс, конечно, Африка. Сейчас Африка – это абсолютно наш партнер, вообще, в принципе, рынок Африки. И всегда говорю предпринимателям, до конца вы никогда не узнаете, вот сможет ли в Конго кто-то выпить воду, которую произвели в Старопольском крае. Потому что, конечно, конечную поставку, кому она попадет на стол или на прилавок, мы, может быть, и не увидим. Но, тем не менее, мы сейчас прорабатываем и прямой экспорт в эти страны. И вот как раз благодаря тому, что РЭЦ, российский экспортный центр, планирует там, и уже в некоторых моментах есть представители, мы и бизнес-миссии туда планируем. Сейчас, кстати, будет очень интересное мероприятие в Египте. Это выставка «Фуд Африка». Это крупнейшее мероприятие именно отрасли пищевой перерабатывающей промышленности, куда планирует отправиться делегация предпринимателей Старопольского края. Очень рассчитываем на то, что именно вот благодаря этому мы сможем выйти уже адресно на рынок Африки. И там можно продавать все абсолютно, начиная от зернобобовых и заканчивая абсолютно какими-то большими такими промышленными продуктами. Мне вот интересно, как вообще происходит экспорт. Сначала мы производим продукцию для того, чтобы покрыть свои собственные региональные потребности. Потом, если нужно, регионам России, да? Конечно. Или можно сразу отправлять в Африку? Знаете, если опираться на выступление первого заместителя, представителя правительства Российской Федерации Андрея Ромича Белоусова, он сказал, что, вы знаете, экспорт без него просто нельзя. Это 30% экономики вообще страны. Поэтому здесь важно понимать, что без экспорта, уважаемые телезрители, мы просто потеряем возможность существования как целостное экономически состоятельное государство. Поэтому, естественно, в продовольственной корзине у наших потребителей региональных должно оставаться наибольшее количество товаров, но экспорт позволяет нам развивать экономику в другом направлении. И здесь самое важное, чтобы наши предприятия, они это понимали. И всегда, изучая рынок, они на долгую перспективу, сейчас, конечно, сложно говорить, но, тем не менее, нужно хотя бы свою стратегию выстраивать на ближайший год точно. То есть пытаться использовать те механизмы, которые есть, реализовывать направление и пробовать. Я всегда говорю, не надо брать 10 раз, особенно экспорт-ориентированные, кто только начинает. Возьмите 2-3 и попробуйте. Вот, кстати, один из хороших примеров, это наши постоянные партнеры, это республика Азербайджан, республика Армения, то есть страны СНГ. Нужно попробовать недалеко. Попробовать, посмотреть, изучить, попробовать проработать с сетями. Есть очень хорошие примеры. Ну и, конечно, в преддверии мероприятия, которые планируются в ближайшее время с нашими азербайджанскими партнерами в Азербайджане, они, конечно, наверное, мы понимаем, что уже сложившиеся связи, они всегда помогают, наверное, и новые какие-то направления реализовывать. Здесь очень важно постоянно быть с нашими партнерами на связи. То есть не забывать, съездили и забыли. Нет, мы постоянно это мониторим. То есть если есть договор, то экспорт должен быть обязательно, да? Да, конечно. Какое-то определенное количество продукции. А если, ну, к примеру, вот мы вырастили огромное количество яблок, нам самим не хватит, но мы должны обязательно все равно отправить ее в ту страну, с которой договорились. Нет, конечно, самое главное, чтобы нам хватило. Естественно, здесь по яблокам это такой остростоящий всегда вопрос, но здесь мы не говорим о яблоках, именно как о самом плоде, который является экспортоориентированным продуктом. Задача Минсельхоза России, и президент всегда Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно самое главное обеспечить продовольственную корзину нашей страны. И здесь, конечно, Ставрополье в этом году вообще является лидером по количеству собранного урожая. Здесь и яблоки, и сливы. Поэтому, конечно, здесь мы ориентируемся, в первую очередь, на людей, проживающих у нас. А уже что касается посадочного материала, ведь мы знаем, что наши питомники выращивают именно уникальный собственный посадочный материал. Вот здесь наши партнеры очень заинтересованы. И в том числе ближневосточные. Ведь мы знаем примеры засусливых территорий Израиля и Ближнего Востока, где и в тепличных комплексах возделываются прекрасные овощи и фрукты. Поэтому, увидев пример, они хотят с нами сотрудничать именно в сфере науки, образования и в сфере поставок именно посадочного материала безвирусного. Такой вопрос. Выставки какую роль играют в продвижении наших ставропольских товаров? Они играют ключевую роль. Я всегда говорю о том, что очень важно, когда ты представлен на суд мировой публики, и когда тебя видят, и ты являешься экспозитором, конечно, внимание к тебе будет приковано колоссально. Ты попадаешь в каталог выставки, тебя видят заранее потенциальные байеры, они видят покупатели продукции, да? Они группируются и по отраслям, отрасль, например, молочная промышленность или химическая промышленность, в зависимости от выставки, да? Здесь очень важно сохранить эту отрасль. И очень надеемся, что и в рамках всей Российской Федерации, конечно, Федеральный Центр обратит внимание на те рекомендации, которые дают регионы по проведению выставок, по поддержке, по субсидированию. То есть здесь очень этот момент важный, чтобы не только сами регионы выделяли средства. У нас, вы знаете, есть программа поддержки выставочно-ярмарочной деятельности по линии Министерства экономического развития, по линии Центра поддержки экспорта. Но очень хочется, наверное, чтобы еще вот Федерация тоже обратила внимание, и, конечно, предприятия, чтобы выходили с инициативой о помощи, то есть о создании профильных выставок. Ведь выставку можно создать абсолютно любому профессионалу отрасли, будь то там растеневодство, еще что-то. То есть это именно та публика, которая сможет по итогу вынести резолюцию с этой выставки для того, чтобы ее донести до адресата. В данном случае это Федеральный Центр, который может услышать регионы и поддержать. Ну, у нас есть такая выставка, как раз от отрасли питомниководства, которая проводится ежегодно. Она тоже стала очень интересной площадкой. Уже это такой, знаете, фирменный бренд, наверное, Ставропольского края. Именно, что к нам все каждый год приезжают и узнают, как выращивать качественные яблоки. Сельхозтоваропроизводитель, который вот решил все-таки выйти за пределы России, экспортировать свой товар, что он должен делать? Он обязательно должен принимать участие в выставке? То есть выставка – это платформа, где встречаются импортеры и экспортеры, или это какой-то другой путь? Необязательно. Основный пункт – участие в выставках. Для начала вообще всегда, говорю, нужно поехать и попробовать себя. Во-первых, изучить рынок. Прийти в Центр поддержки экспорта, изучить рынок, заказать эту услугу и понять вообще, где ты можешь быть в отстреплении. Дальше уже подобрать для себя то или иное мероприятие, где ты можешь быть презентован как посетитель. В любом случае, где-то нужно презентовать себя. Да, провести свою презентацию. У нас есть формат бизнес-миссий, поэтому в рамках бизнес-миссий презентовать себя, познакомиться, поучаствовать в B2B-сессиях и тогда уже определиться, к кому ты можешь быть полезен. И уже как второй этап, то есть сначала ты посетитель-визитор, потом ты уже байер, то есть ты покупатель, ты ищешь байеров. Поэтому быть экспонентом – это уже, наверное, финальный этап, когда ты способен понимать, что и для чего у тебя располагается и каких партнеров, в каких объемах ты хочешь получить. Экспорт товаров как-то связан с интернет-торговлей? Конечно, неотъемлемо. Сейчас все у нас связано с интернет-торговлей и, в принципе, мы все находимся в этом пространстве. Естественно, нужно обращать внимание на все ведущие маркетплейсы. Это снижает ваши затраты как раз путем, посредством использования скоринга российского экспортного центра. То есть вы можете обратиться в Центр поддержки экспорта, прийти и сказать, я хочу разместить свой продукт на маркетплейсе, на иностранном. Мне очень-то важно. Коллеги изучают. Вместе с российским экспортным центром вы проходите этап именно анализа, то есть насколько, какие маркетплейсы вам подходят. Это для вас бесплатно. И в течение года вы потом можете быть размещены, и то есть Центр за это оплачивает. Очень много таких примеров за последние пару лет. Это очень эффективно. И вам самим будет приятно, что никуда не нужно ходить, а ваш продукт представлен, например, где-нибудь в Китае, Турции, Иране, ну и в других рынках. В том же Дубае. И очень важный вопрос о поддержке экспортеров. Какая производится сегодня? Как участвуют наши власти в этом? Да, да. Как я уже сказала, что в рамках действующих программ и в рамках реализации национальных проектов, это и акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, и системные меры поддержки экспорта. Есть меры финансовой поддержки, конечно, и в том числе для всех предпринимателей. Я говорю о том, что и субсидии, которые в определенные моменты можно получить. Это и сейчас в условиях импортозамещения, выделения земли без торгов. Но это, опять же, определенный перечень продукции для того, чтобы можно было реализовывать инвестиционные проекты. То есть это комплексно. Но, как входное окно, всегда говорю, что можно прийти в наш фонд поддержки предпринимательства, центр «Мой бизнес», и в центре экспорта вам окажут адресную комплексную поддержку. А если есть какие-то предложения по участию в выставках, по взаимодействию с торговыми представительствами, ассоциациями иностранными, всегда к вашим услугам в Министерстве экономического развития. Вы можете обратиться ко мне, к моим коллегам. Мы для вас обязательно все подберем. Хорошо. Наши жители все-таки как-то переживают. Разделились на два лагеря. Одни за экспорт, считают, что это очень хорошо влияет на нашу экономику. Другие боятся, что самим не хватит. Прокомментируйте как-то этот момент, беспочвенны ли такие соображения. Всегда будут те, кто будут переживать за то, что в нашей продовольственной корзине ничего не останется. Конечно же нет. Наше предприятие, экономика так выстроена, что, безусловно, всего хватит и все останется. Потому что, как я уже сказала ранее, то есть 30% всей экономики страны составляет экспорт. И здесь, наверное, очень важно опираться на те задачи, которые стоят перед Российской Федерацией в настоящее время. И нашим предпринимателям, телезрителям, просто жителям, которые потребляют этот продукт. Просто быть уверенным в том, что нужно развиваться. И если мы не будем развиваться на внешней рынке, то тогда и внутренний рынок будет перенасыщен тем видом продукции, который, может быть, и не нужен в таких объемах. Поэтому очень хочется, чтобы какие-то были новые предложения. И, может быть, если у кого-то у бизнеса есть уже сложившиеся связи с отечественниками за рубежом, это тоже хороший инструмент, кстати, использование их ресурса для того, чтобы продвигать нашу продукцию. Уже есть такие моменты. И самое важное, мы очень надеемся и очень ждем от нашего бизнеса предложений по открытию торгового дома. Нам очень важно открытие торгового дома в Иране, торгового дома в Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому, уважаемые телезрители бизнеса, если у кого-то есть предложение, мы готовы его рассмотреть и понять, насколько мы можем сгруппировать те или иные товары, для того, чтобы там все-таки выйти на этот рынок уже более адресно. Ну и, может быть, есть какие-то изменения в законодательстве, вот в этой сфере, или какие-то выставки намечаются, конкурсы между товаропроизводителями, можете озвучить? Один из конкурсов, конечно, это «Экспортер года», и это вот на форуме сделано в России, где мы были. То есть нужно участвовать, пробовать. Там есть комиссия, которая рассматривает все аспекты, и почему предприятие какое-то прошло этап, какое-то нет. Нет. Естественно, в выставке, из ближайшего у нас запланирована выставка «Продэкспо», которая будет юбилейная, 30-я выставка в Москве в феврале. Мы сейчас осуществляем сбор заявок. Естественно, отбором одним из основных критериев будет это продвижение на экспорт, но и те, кто планирует и будут экспортно ориентированными, конечно, мы тоже будем с ними работать. Вот, пока это мы в такой стадии рассмотрения. Ну и, конечно, как я сказала, выставка «Фуд Африка», которая планируется буквально в декабре месяце, в Египте, в Каире, тоже очень хотелось бы увидеть там наш бизнес и все-таки посмотреть и изучить. Потому что пока этот рынок, он очень так не изучен для наших товаропроизводителей, не в той мере, конечно, в которой хотелось бы увидеть. Сузанна Халиновна, ну, спасибо большое за такой подробный рассказ. Приходите к нам еще, рассказывайте. Будем рады вас видеть. Программа «Прямой эфир» подошла к концу. О развитии экспорта ставропольских товаров с нами беседовала Сузанна Дамир, заместитель министра экономического развития Ставропольского края. Оставайтесь на своем и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok